Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и очаровательная Аскватима. И сегодня мы снимаем для вас очередной мукбанг. Сегодня у нас с вами будет Макдональдс. И также мы будем отвечать на интересные вопросы из инстаграма Аскватима. Начнем! Начнем, начнем. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос тоже когда-нибудь прозвучал, подписывайтесь на наш инстаграм. И все ссылочки внизу под видео. Итак, первый вопрос. На кого вы учились? Отвечай, Айка. На кого ты училась? Я училась в сфере экономики, а точнее у меня специальность менеджмент. А у тебя? Я училась на экономиста, также, но у меня специальность мировая экономика. Я, кстати, тоже хотела в факультет мировая экономика, но в конце мой двородный брат меня уговорил. Я окончила Азербайджанский государственный экономический университет. Нархоз? О, Боже, этот айран испорчен. Надо им... Спорчен? Садать, да, какой ужас. Там сроки, может, посмотрим. В общем, я не знаю, ребята. Я ничего против не имею. Мне очень нравится. Это моя любимая Айран, моя любимая марка. Здесь все в порядке со сроком. Видимо, виноват магазин. Этот айран испортился. Я надеялась, что у меня будет здоровое питье. Но вот, как вы видите. В общем, да, вы теперь знаете, где я училась. И Айка. Айка училась в западном, да? Угу. Будет видео с Айкой с сушами, пожалуйста, ответь. Конечно, будет. Да, вам нравится видео про суши, поэтому видео будет. Вообще, суши будут как сериал. Будем много снимать подобных видео. Еще один интересный вопрос. Боишься ли ты одиночества? Я, если честно, с одной стороны, боюсь в том плане, что если моя семья не будет рядом со мной, для меня жизнь не имеет смысла без близких, без семьи. Надеюсь, ты меня никогда не бросишь. Нет, ты моя семья. Конечно, никто не хочет быть одиноким, но я как-то об этом стараюсь не думать. О грустном. Так, чтобы сказать, что я сижу и боюсь, что я останусь одна, нет такого. У меня нет времени думать об этом. Посмотрим дальше вопросы. Когда у нас дни рождения? День рождения у меня 28 апреля. А у меня? 11 декабря. Да. Молодец, ты знаешь. Далее. Интересный вопрос мне понравился. И тут еще написали, очень харизматичная девушка. Поцелуйчик. Спасибо, мне очень приятно. Назовите топ-5 любимых фильмов. У меня любимый фильм «Время. Начало». Мне очень нравится «Олман». Ты смотрела, когда я где-нибудь «Олман» это? Страшный фильм. Я любила ужасники. Потом мне очень нравится фильм, который называется «Значит война». Почему начала снимать такие видео? Ну, к банке. Давай теперь твое учить. Это интересно. Это вкусно. Это сейчас на хайпе. Актуально. Да. Поэтому иначе. Если честно, в последнее время я вообще не смотрю каких-то бьюти-блогеров. Я только смотрю фуд. Асмрэ. У меня клонит сон. Я начинаю смотреть и такая. Да, когда я бьюти-блогер смотрю, меня тоже клонит сон. Но когда фуд-блогеров смотрю, мне сразу хочется кушать. Ну, хоть сайка и канал, где у вас че. Не хотите сайка и канал, где у вас будут выходить только вдвоем видео. Мне кажется, для этого нет необходимости создавать отдельный канал. И времени нет. Мы можем снимать и для меня, и для нее. Мне кажется, если у нас будет один общий канал, то мы будем снимать меньше. Да. Или запустим наши основные каналы. Мы думаем по дополнительному каналу создать. Или Асмр, или на английском языке. Я давно об этом думаю, просто пока нет времени. Осуществить. Здесь интересный вопрос. Какое блюдо не любишь? Обычно мы показываем все, что мы любим. Но все же есть то, что даже я не люблю. Ты что не любишь? Голубцы. Я люблю голубцы, обожаю. Я из фруктов очень не люблю тут. Если кто-то из вас кушал тут. Я обожаю тут. Где твой соусик, Хайнц? В холодильнике. Давайте приступим к чизбургеру. Я быстренько его открою, чтобы не шелестеть. Вы же никогда не видели чизбургер. Давайте я вам сблизи покажу. Вот как он выглядит. Нас иногда смотрят зрители, которые живут на Камчатке. В таких городах, в которых реально нет Макдональдса. Да. Как они живут? Как они дышат без Макдональдса? Может, им и повезло. Вообще, кстати, не всем нравится Макдональдс. Потому что моя двоюродная сестра, которая приехала из деревни. Я первое, что сделала, я ее повела в Макдональдс. Я говорю, ты сейчас попробуешь еду. Самую вкусную еду в твоей жизни. И она была в шоке, что да, давай пойдем и так далее. Но ей вообще не понравилось. Бывает и такое. Я знаю таких людей. Моя бабушка с дедушкой. Ой, сейчас я обожаю. Тут такой кайф. Эту булочку кушать. Она такая вкусная. Еще интересный вопрос. Самое любимое видео. У тебя какое, действительно? Мне очень нравится видео. Не забивай. Мое самое любимое видео. Это, конечно же, суши на моем канале. А еще мне очень-очень нравится видео, где мы кушаем пастилу. Да, оно веселое получилось. Мне понравилось его снимать. Это было очень весело. Это действительно видео было прям от души снято. Согласен? Какая картошка. Спасибо создателю картошки. Как всегда мы говорим, спасибо, Господи, за такую вкусную еду. Спасибо. Я не забыла. Одно время в Макдональдсе было такое меню, которое стоило, по-моему, 2,5 моната. Это был чизбургер, кола и маленькая такая картошка фри. Их можно было купить только до часу. Мы со школы быстро бежали в Макдональдс, чтобы успеть. Интересно. Но потом уже, когда в универе учились, думали, и такой акции тоже не было. Но все равно. Были ли такие мысли удалить канал? Нет. Хотя нет, у меня была одна раз такая мысль. Но хорошо, что я это не сделала тогда. Когда новое видео сейчас? Завтра мы будем стараться выкладывать видео почти каждый день. Когда они будут смотреть это видео, оно будет уже на канале. Но завтра тоже будет видео. Видите? В крайнем случае, послезавтра. Любимые женские имена, мое любимое женское имя, это Сара. А мне очень нравится Нурай. Еще мне нравится Аделина. Вау. Вау. Однотипных вопросов очень много. Здесь есть вопрос, который повторяет... Ребята, вы нам задаете вопросы на политическую тему. Я вас прошу этого не делать, потому что наш канал не про политику. Мы уже об этом говорили. И очень много однотипных вопросов. Мы не будем затрагивать эту тему. Хотите, сто раз пишите. Хотите, все комментарии пишите. Про это мы не будем это говорить. Сними один раз кукинг совместно с Айкой. Вопросы мы берем с канала Фати, поэтому подписывайтесь на ее инстаграм тоже. Ты сказала вопрос? Да, про кукинг. Хочешь ли мы кукинг снять? Да. Вы хотите, напишите. Если вы хотите, мы снимем. Мы делаем все, что вы хотите. Если много комментариев будет. Мне задали вопрос. Твой брат живет за границей, Фатима? Да, мой брат живет в Литве. Когда он приедет, мы можем с ним совместки снимать. Было бы очень интересно, мне кажется. Не знаю, когда он приедет. С братьями Бригинь вчетвером. Было бы весело. Наши братья любители поесть. Я бы очень хотела с братом снять видео. Была когда-то в депрессии? Я можно сказать да. Я очень часто бываю в депрессии. Когда я поступала в университет, у меня все навалилось. Было тяжело. Я не высыпалась. У меня была мини-депрессия. Но я очень быстро справилась сама с этим состоянием. У меня очень часто раз в полгода бывает такое странное состояние, когда ничего не хочется делать. Хочется постоянно лежать. Пойди, когда тебе хреново. Нужно куда-то ходить. Да, по магазинам. Шоппинг и так далее. Но у меня такой убийственный вид бывает, что ничем мне уже не поможешь. Мне шоппинг помогает от всего. Я сразу чувствую счастье. Хотя мы говорим, что счастье не в деньгах, но шоппинг дает счастье. Да, но деньги помогают стать счастливее. Ну как ты думаешь, сколько заработок достаточно, чтобы все свои расходы покрыть? Ну вот сколько нормально? Для меня нет предела. Чем больше, тем лучше. А я, например, никогда бы не хотела зарабатывать, например, миллиарды прям. Почему? Ну потому что... Чем они мешают тебе? Объясни. Я могу объяснить, я могу аргументировать. Когда ты слишком богатый человек, тебе вообще трудно найти себе ровную. Во-первых. Ты выйдешь замуж, потом разбогатее. Или ты начинаешь думать, что люди с тобой дружат, может быть, из-за того, что ты очень обеспеченный. Это не проблема. Потому что если ты богатый, найдутся люди, которые будут такие же, как ты. Нет, хочется быть не совсем прям бедный и не супер богатый. Каким-то середнячком. Чтобы у тебя была квартира, машина, чтобы в год один раз ты мог себе позволить поехать куда-то отдыхать. Два раза. Ну, два раза. Минимум. Мне обязательно одеваться в таких магазинах, как Gucci, Ermini Gildo Zegna, такие вещи. Ну, не помешало бы. Ну, счастье, не в этом честно. Чтобы одеваться именно в таких магазинах. Если я куплю себе красивую вещь, из хорошего качественного материала, мне все равно она от Gucci или от Zara. Хотя я в Zara стараюсь не покупать ничего. Было очень вкусно. Было очень сытно. Почему я в Zara не покупаю? Потому что... Дело в том, что сейчас там такие цены, что выгоднее чуть-чуть доплатить и купить себе люкс или там полу-люкс какой-нибудь Michael Kors. Чем платить столько за Zara. Не знаю, как в вашем городе у нас так. А так я ничего против Zara не имею. Иногда покупаю. А на этом все. Мы надеемся, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Может быть, для вас это мелочь, для нас безумно приятно. А с вами была Эмили и... А спасибо. Все ссылочки внизу, инстаграм и много интересного. А вам мы желаем приятного аппетита, удачного дня. Всем пока!